По скиллу именно, мне кажется, пожестче будут, нежели чем финны. Вы можете поделиться своим мнением, друзья, у нас в Твиттере. Хэштег UC Studio, пишите обязательно туда. Мы таким образом будем с вами иметь контакт и общаться. Также не забывайте заглядывать к нам в группу ВКонтакте. Ну, а вот третья карта — это карта DeMirage. Что скажешь? Ну, Mirage — это такая стрелковая карта. Вновь здесь мой голос за Энса, то есть на всех трех картах. Но при этом на Mirage карта является довольно непредсказуемой. За счет того, что играется она очень часто обеими командами, там очень сложно друг друга как и удивить, так и прочитать друг друга. Тоже довольно проблематично. Ну и тем более, что там мы уже поймем, как дела будут на Mirage после первых двух карт. Потому что карта стрелковая, как у кого будет идти. Потому что в последнем матче финнов Аллу раскрылся очень хорошо, что тоже нечасто бывает. И вот если Аллу сегодня будет в своей привычной форме, если также будет Алексей Би и Сергей раздавать, то тут они будут закрывать. Ну и там у тех же оптик тоже есть достойные кадры. А что ты скажешь о бане кэша? Ну, кэша не проиграли, решили забанить кэш. Но опять же, так и было положено. То есть ты банишь трейн, они пикают кэш. Ты банишь кэш, они пикают трейн. Все очень просто. Ну все равно, все равно будет очень сложно, что оптик, что энс. Мне кажется, борьба будет очень близкой. Ну и наши мнения с тобой разошлись. Паша болеет за коллектив. С детства за энс. С детства за энс, но я за оптик. Ну не знаю, мне почему-то кажется, что сегодня датчане действительно себя очень круто покажут. По крайней мере, я склонился к тому. Но вообще по оптик очень печальные новости. Да. С тем, что забанили индийского игрока. То есть оптик был второй состав, который относился как раз-таки к индийским странам, к индийскому государству. И буквально вот вчера или сегодня даже ночью появилась статья о том, что забанили за читы прямо на ланах. Это очень сильно скажется, мне кажется, на организацию в первую очередь. Потому что они не уследили этот момент. Да, наверное. Но, знаешь, это просто грустный момент для всего киберспорта, если такое происходит до сих пор. То есть у всех были подозрения, все как бы понимали, что, возможно, это используется где-то на лан-турнирах. Даже не только в онлайне. Но когда это реально происходит, становится немножко обидно. Ты посмотри, укрепление от энс на рампах. Сюда идет команда оптик. Вот это очень лютое за рампу сейчас будет. Урил, есть минус. Второй дает уже Х7, но, правда, продавили. Все-таки рампы и отгоняют отсюда финнов. Ну как отгоняют? Вдвоем остались оптик. Там Х7 просто жестко сейчас с вилки будет до конца уже принимать. Попадает по юге. У юги 66 хп. Ну и в итоге Кэджиум Би вместе с юги попытается в 2 в 4 сейчас разыграть действительно эту ситуацию. Есть бомба на руках. Хотел отметить, что все 10 игроков на сервере изначально закупились только первыми арморами. Не было ни единой гранаты, ни китов, ни вообще чего-либо другого. Юги открыть. Алексиби заметил, что соперник под девяткой. Ну и просто будет играть вот так вот, отступая, собирая информацию. Да и тем более, что Алексиби может на дистанции. Потом Сьюспа очень больно заковырять того же юги. Но вот минута времени есть на таймере, можно в принципе поработать. Минус по Алексиби слишком агрессивно уиграл. То есть он не то чтобы отошел и отдал эту позицию, он просто погиб. И сейчас для оптик, в первую очередь, ситуация довольно-таки комфортная. Это шанс. Они могут разыграть, да, 2 в 3. Но проблема лишь в том, что есть Х7 по точке Б, а он уже дал свои 2 минуса. Ну Х7, я так понимаю... О, он еще и хорошо ушел в стекла. То есть они не разбиты, и здесь его, вероятно, не чекнули. Какие-то чекнули Кейджумби на опыте, такого парня не проведешь. В итоге это 2 в 2. Энсы должны в срочном порядке десантироваться под точку Б и делать этот ретейк. Напоминаю, китов нет и не было. Подобрать их, поэтому нет возможности. Ну и юги будет сражаться Сергеем, но Сергей оказывается сильнее. Ну и последний Кейджумби остался. 1 в 2, пытаются его загнать. Перестрелка, салон выигрывает и... Три патрона. Нужно перезарядиться. Бежит до конца, но все-таки Сергей в этом моменте был довольно-таки силен. Итак, Энсы, начиная на пике соперника, за сильную сторону еще и выигрывают пистолетку. Это задел, но оптик поставили бомбу, и при новой экономике они реально могут сделать бай на втором раунде. И на нюке, на карте, на которой контактной дистанции очень много, можно закупиться... Не знаю, там можно закупиться в 5 галилов, можно еще что-то сделать. В общем, бай, который соперник может и не ожидать. Здесь появляются калаши, Снеппи дропнет свой АК-47 тиммейту, и это будет как минимум 2 АК. Ну вот это очень жестко и, опять же, спорно. Они хотят прямо со старта этого матча показать действительно очень крутой контр-страйк и побороться. А вот они и коэффициенты. 2.27 на оптик, но мне кажется, это вообще несправедливо, как по мне. Но калаши сейчас в этом раунде должны сработать. Есть также скаут у Юги, он уже просматривает выход из-под гаража. Ну и потихоньку оптики занимают улицу. Опять же, на большинстве букмекерских контор, в том числе и на лучший GGBet, коэффициенты в пользу команды Энса. То есть все считают, что именно они должны быть победителем. Но в местах, где решается все именно голосованием, большинство почему-то думает, что оптик. То есть не рискуют на них ставить, но голосуют все же за них. Так, конфиг погибает уже от Эриола. Тут с UMP дает первый фраг, второго также можно брать. Да, UMP на этой дистанции был неплохим решением. Но вот Ника 49 хп перестреливает все-таки Эриола. Ну и 4 в 4 ситуация, не торопится никуда оптика. Сейчас X7 ловит контакт на улице. Есть перестрелка, очень сильно попадает по Юги. Но в итоге Ника падает от X7. Неприятная ситуация сейчас для оптик. Укрепление от Энса улицы работает. X7 пытается загнать 9 хп, он живет. Да, вот не стоит ему на самом деле подставляться, потому что любые потери для Энса в этом раунде просто непозволительны. Пытается тапами работать, как-то открываясь на пиксель. Пока безуспешно, но постепенно отступая, он определенный буфер безопасности для себя добывает. А вот Аллу находит Юги. И остается Снэпи без армора. И Кейджумбей, главная надежда команды оптик в данный момент. Но ты посмотри, куда уже прошел Алексей Ви. Просто в спину. Снэпи и в итоге вот такой вот в принципе легкий раунд забирают себе финны. Сейчас в копилку нету денег у оптик. Бай, ну не реализован вообще. Дали только один минус. Застряли на улице вместе с бомбой. Это действительно была такая потеря и причем очень печальная. Опять же, хорошее решение было зайти вот так вот в спину от Аллу. В принципе, он знал, где находится соперник. И понимал, что эта позиция ему отдана. Ну что, опять не дефолтных. Четыре не дефолтных пистолета от команды оптики. Джумби с глаком. Ну и попытки отстрела. Финов будут предприниматься. Но десерт иглы есть в принципе. Есть очень крутые пистолеты. Вот правда нету арморов и даже какой-либо флешки, чтобы выйти куда-либо. Поэтому уже Энси показывает свое превосходство на улице Ариал. Перестреливает юге, но получает по себе дэмэдж. Но приходит Алексей Би к нему на помощь и помогает закрыть полностью всю улицу. Тем временем пока X7 работает под рампой. Ну вот так просто. В принципе, сейчас справляется Энси со своим оппонентом. Да, а разыгрывается-то не только деньги, не только там какие-то регалии и просто призы. Разыгрывается главная путевка на IntelBest Stream Masters Chicago. И для всех оставшихся в этом турнире команд, это Оптик, Энси и в финале уже LDLC ждут своих оппонентов. Одну из этих команд. Все три коллектива обязаны бороться. Просто грызть друг другу глотки для того, чтобы попасть туда. Это невероятно важное событие для любого из этих коллективов. Ну вот знаешь, я помню вчера как LDLC отыгрывали. Это было действительно жестко. Сейчас некомфортная граната залетела под Ника. И в итоге по улице он вновь попытается пройти Оптик. Но здесь есть сопротивление в виде Эрила. Он будет из-под мейна принимать весь выход. Очень опять же неоднозначно действует у нас датчане. Но попробует. Эрил слышит, что никто на мейн не прыгал, поэтому чувствует себя безопасно. Но вот когда на него выпадет три игрока команды атаки, что он будет с этим делать? Он понимает, что нужно отойти. Смок к нему прилетает, он кидает контр-смок. И на краю этого смока постарается сыграть. Это очень хороший мув. Это просто гениальный мув. Сейчас может минус два повесить в ряд просто. Ой, как оптик одного забрал и отошел. Грамотно умно. Ну и не могут разменять сейчас вообще никак датчане. Эрил еще один минус может дать, если смог бы развеялся намного быстрее. Но пытаются пройти по девятку сейчас оптик гейминг. Но Алло вырубает Ника. Как раз таки из-под хелпы. И вот здесь уже явные проблемы у финнов. На 56 секунде. Правда, вот Алло наказал Юги. Ситуация 4 в 3. Это уже более комфортное для датского коллектива. Алло не очень уверенно сыграл. Эрил закрыл Юги. Я был уверен, что Эрил здесь умрет. Но Снэпи все же отвечает в спину ему с МП9. И выходит Алексей Би. И остается только лишь Кейджум Би. А вот это проблема. Потому что он в очередной раз вынужден тащить ну просто невероятно сложный клатч. Первого забрал. Еще два впереди. Ну вот все-таки бомба не на руках. И слишком хорошая позиция игроков команды Энс. Нужно будет дойти до этой бомбы. Там есть Алексей Би. В принципе, в комфортной позиции заканчивается. Патрон в АК-47. Ну и по нему есть информация. В этом проблема не только, что 20 секунд. И вот та самая позиция Сергея была ключевой. Да, ты в такие моменты... То есть у тебя нет возможности отыгрывать этот клатч полноценно. Время подпирает и вынужден торопиться. Где-то открывается не очень осторожно. И я думаю, Кейджум Би здесь претензий не должно быть. Один в три остался. Одного забрал. Ну а дальше уже просто обстоятельства все были против него. Ну, берут как минимум уже пятый раунд себе сейчас Энс. За счет того, что Оптик закупает не дефолтные пистолеты. Хотя это заявочка. Там есть смоки. И возможно мы сейчас увидим какую-то великолепную раскидку по точке А. Чего я давным-давно не видел. В рамках вообще не только шафла, а в рамках всех турниров, которые мы транслируем. Но вот тут остался только один смок и три флешки. И судя по всему будут просто высыпаться как раз-таки на эту точку А. Под эти вот пару флешек, закидывая их через верх. И Алексей Би обязан будет быть в блайнде. Но там еще есть в принципе снэпи из-под вентиляции в Телпе. Выход на Алексей Би. Вне позиции его могут сейчас спокойно забирать. И вот забирает Кейджум Би. Но тоже моментальный размен от Сергея вместе с Салу. Но равные размены. Ну тут уже рассыпаются просто игроки. Как же все это быстро происходило. Даже отреагировать большинство из них не смогло. Просто-напросто потому, что Энсы открыли со всех сторон и заперли точку. Блестящий ретейк до начала установки бомбы даже от команды финской. Но тем не менее это было всего лишь шека. Ну казалось бы действительно то, что все должны как минимум проходить и ставить бомбу. Но все равно все это происходит максимально проблематично. Оптик не попали на плент. Не поставили бомбу. Аллу вместе с тиммейтами среагировал просто моментально. И в итоге вот так вот взяли себе эндс пятый раунд. Сейчас есть у Оптик девайсы. Я надеюсь то, что они себя покажут. Кстати, там появился АУК. Нормально. Я уже привык. То есть первое время я критиковал, я не понимал. Потом, знаешь, в стадии принятия проблемы. И я в один момент понял, что он работает. АУК действительно не такой плохой выбор. Единственное против чего я, это то, что он на руках у Сергея. Невероятно хороший, талантливый стрелок. Мне кажется, ему нужно давать прям ну совсем жесткие девайсы. АУК не ваншотят с голову. Сколп долго включается. Поэтому Сергей, возможно, где-то не успеет продемонстрировать всю свою блестящую реакцию. Но еще играет и по точке А. Но, опять же, неоднозначно. Хотя, мы уже видели реализацию многих девайсов. И МП-5, как сдалека стреляют. И МП-9, как просто вешают там за километр хэдшот. А Сергей еще идет в агрессию. С конфигом встретится. Вот, 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 конфиг наказывает за это Сергея. Вот это уже ранее потеря для НС может стать проблематичной. Тут тоже очень странный мув. Идти саугом поджимать, это вот совсем не то, чего я ожидал от Сергея. Казалось бы, ты на такой дистанции можешь воевать дальней, что соперник иногда может тебя не заметить. И, знаешь, где-то на улице, например, расстреливать с девятки своих оппонентов. Откуда-нибудь с кондиционера. Но, тем не менее, сделал, как сделал. Ничего страшного пока не произошло для НС. А вот Оптик готовый воевать. Готовый выходить на точку А. И уже начинается ранний раскид. Но контргранаты летят от НС. Они пытаются не выпустить своего соперника в данный момент. Да, Алексей Би вновь в своей позиции. Излюбленный, в которую он играл буквально в предыдущем раунде. Будет принимать. Но Оптик могут развернуться просто и пойти через улицу. Возможно, но нет. Они направляются в сторону рампы. Потенциального сопротивления там нету. И поэтому они спокойно могут туда пройти. Но перетяжка. А вот X7 как раз таки уже пришел. Да, X7 сейчас, я думаю, стрельник-то упадет сразу. Вопрос в том, будут ли Оптик его давить. Времени-то довольно мало. И, судя по всему, это реально выход на точку Б. Через рампы. И НС могут не успеть отреагировать вовремя на данный... Ох, как же быстро выключили X7. И уже втроем остаются Энсы. Нужно быстро под Б отопить. Не дать хотя бы поставить бомбу. 20 секунд на таймере. Забегает Оптик под Б-плэн в даблдорсах. Есть игрок команды Энс. Но будет ли открываться Алексей Бинопадима? Накидывается от зажигательной гранаты. Но он забирает все-таки Снэпи. 10 секунд остается на таймере. Ариэл уже в спине. Аллу просто живет. Под Аллу тоже никто не открывается. Бомба все-таки поставит. И финский снайпер, будучи последним, ну явно уже пойдет на сейв своего девайса. Ну, неплохой план был от финнов. Они пытались все же не дать пачки быть установленные. Но теперь уже Аллу играет просто на отстрел. Прокидывает Смоук. Возможно, постарается заставить соперника взорваться как раз-таки на Б. Но АВП для него подсейвить, наверное, должно быть сейчас идеей Фикс. Погибать здесь большого смысла нет. Неужели он таит надежды на взять этого раунда? Времени довольно мало. Ну, есть дефюскит и почему бы и нет. Тем более, есть зажигательная и осколочная. Вот под юги можно закинуть. Ботикает. Заметил он конфига и идет до конца. Но все. Это максимум, что он сделал. Вот выживет ли или нет. А там юги его ждет. Да, но у юги 28 хп. У Аллу это 5-7. И Аллу встречает соперника боком. В итоге юги может сбегать за АВП. А для него-то это праймари девайс. Но он не успевает. Ну, знаешь, такой обидный момент. Ника может дропнуть АВК, если что. Ты видел, как он остановился после вот этого облака, после взрыва? Он как будто бы его просто испугался. Ну, возможно, он ждал, что АВК просто к нему отстружил. Ну что, 5-1. Оптик берут. Все-таки девайсный раунд. Берут и сейчас должны включаться. Ни в коем случае нельзя сейчас проигрывать эту. Нужно брать серию. Действительно, просто брать серию из раундов. 5-1 к 47 в их распоряжении полностью. Фулл раскид по гранатам. И теперь все возможности у них есть максимальные. Готовится раскидка улицы. Конфиг будет проходить первым номером. Но Эрил должен будет быть в блайнде, если вдруг Конфиг пойдет на него. Но серия смоков, поэтому для Конфига это не проблема. А тут такой зазор в этих смоках. Так, Конфига. Естественно, Эрил никуда не пропустит. Огромная зияющая дыра в этой дымовой завесе не позволяет Конфигу пройти. Ну, здесь Эрил, кстати, мог бы еще чуть-чуть постоять и забрать вас. Вообще всех оппонентов он замечает. Еще по одному топит Ника и оставил красного Юги. Как же это было близко. Так, там еще и бомба валяется. Сейчас за ней придется возвращаться. Она не очень комфортно лежит. Юги перепрыгивать придется через эти перила. И Алло не попадает. Но было опасно. Но там еще есть тиммейты, в принципе, у Юги, которые могут позволить ему забрать бомбу. Но выход под Эрил от Снэпи. И все-таки Снэпи перестреливает своего виза-виз. Ситуация уже 4 в 3. Юги красные, но 50 секунд есть на таймере. Времени предостаточно. Сергей Соло А. И это может быть проблемой для него. Потому что здесь уже два игрока команды атаки готовы заходить постепенно. Да, на Мэйне они сами откинули смок. Но они воспользуются этой дымовой зависой для того, чтобы миновать ключевые позиции. Да, конечно, они еще и могут подсадиться, в принципе, на будку. Сыграть очень неожиданно сейчас для Сергея. Но Сергей... Ох, вот это, конечно, возможно, было зря. Я думаю, все же понимают оптик, где находится их соперник. Это довольно дефолтная позиция. Но вот Сергея забирает в итоге Снэпи. И втроем остается Энса. Тут же Икс Севен отправляется к тиммейту. Ну и вдвоем Энсы. Ну вот Алексиби в комфортной позиции. Он сейчас слышит Юги, который просто перетягивается, Алексиби врывается. А его ждал Снэпи с кривой. Да, и казалось бы, Энсы были 5... Да, они были 5-3. И вот тут, конечно, блестяще отыграл в первую очередь Снэпи через мейт. Открываясь на каждую из позиций, ну, практически уже стреляя. Нету денег. Нету денег у Энсы. Сейчас вопрос, что будет происходить дальше. Будет ли оптик брать серию? Потому что за атаку взять серию, например, из 3-4 раундов, это довольно-таки неплохо. Это уже полдела. Да, это уже полдела. Тем более, как минимум, 3 они уже взяли. А там немного еще подпортить нервы своим оппонентам. И можно выходить довольно-таки на комфортный счет. Будет проходить по улице. Сопротивление только есть в виде двух десерт иглов у Сергея и у Эриала. Но это максимум, что себе позволили игроки команды Энс. Но такие раунды берутся. И мы были этому свидетелями даже в рамках нашего турнира. Поэтому рано расслабляться у оптик. Видим, как они тратят всю раскидку для того, чтобы миновать позиции. Во-первых, они не знают. Может быть, там форст у Энса вообще. Во-вторых, ну, нужно считаться с такими сильными игроками. Уже выключили Алекси Би. Тут же Эриала отвечает. Ну, и Эриала добирают моментально. Как и большинство его тиммейтов, Аллу последний. Ну, может быть, каким-то образом успеет здесь забрать того же Кейджум Би. Но, скорее всего, не случится подобного. Быстро, быстро Энс упали. В принципе, это было логично. Аллу, может быть, еще кого-нибудь заберет. Его, естественно, там слышат. И уже снэпик как раз-таки ожидает со скалы. Ну, и не только снэпик. Он тоже был к этому готов. Вот он, девайс на раунд сейчас должен, по идее, быть у финского коллектива. Да, но не будет снайперской винтовки. Эриал может доткнуть ВВП, но не стал. Да, а это может быть немного проблемно. Потому что все-таки карта Денюк, это дальние позиции, девятка, рампа, гараж. Это было бы довольно перспективно. Но при этом карта довольно разносторонняя. Это если на трене ты в защите, скорее всего, без ВВП будешь где-то страдать и будешь ущемлен. То вот на Нюке ты можешь и улицу держать как-то из секретки. И при этом как-то еще и за Аркадий с автоматическим девайсом. Да и на рампах тоже ВВП, знаешь, не самый необходимый девайс. Поэтому есть возможность отыграть. Вот Эриал будет из секретки как раз-таки просмотр улицы организовывать. Ну, кстати, его могут здесь не прочитать. У него очень комфортная позиция. Он не будет открываться из-под лестницы. Выходит просто в бок сейчас своему оппоненту. Там Юги подсажены. И можно забирать Юги, но Эриал не рискует. Он максимально попытается сбавить сейчас на себя внимание. Но тиммейты далеко. Аллу тоже закрыли. Смаком, и вот здесь проход, оптик под улицом. И Снэпи просматривает секрет. То есть он не даст Эриалу никак открыться в спину своим тиммейтам. Снэпи сейчас ищет бумбу. На самом деле, если потеряет вдруг там, над мейном, то забрать ее оптик смогут только лишь с огромными трудностями. Ну и Снэпи просматривает как раз-таки выход от Эриала. Икс Севан уже находит минус по кэтчу МБ. И это меньшинство для оптик. Алексей Би также перетянулся уже по точку А. Возможно, понимают, что сейчас уже будет выход вот-вот на апплейнт. Конфиг на девятке. Также тиммейты могут моментально заходить через мейн. Но не торопятся ни те, ни другие. Эриал максимально живет. Все зависит от конфига и от снэпи, который будет открываться как раз-таки в кроссфаер. Ну вот отдача точка А. Это очень опасная, опасная стратегия от финнов. И тут Сергей не собирается никому ничего отдавать. Дает минус. Тот же размен от Нико. Эриал подключается. Эриал сейчас через мейн. Может открыться спины двум игрокам. Но в планте Алексей Би ничего не может поделать. Эриал, это твой звездный час. Нужно врываться. Но Югик этому готов. И он снимает Эриала. Остается только два игрока финской пятерки. Они работают. И смотри, как моментально сейчас падают игроки команды Оптик Гейминг. В итоге последний снэпи тоже падает. И это шестой раунд для Энс. Вот это, конечно, да. Вот даже не дали поставить бомбу. Это просто пот сейчас для дачан. Какие напряженные раунды. Просто насколько красиво смотрится подобный Counter-Strike. Темп этой игры. Их размены. Их выходы. И тайм-аут от, я думаю, все-таки от Оптик. Потому что сейчас у них есть еще деньги. Они перезакупаются. Да и после этого деньги останутся. Но тем не менее, им нужно этот раунд сыграть максимально продуктивно. Ну, кстати, немного там денег, по идее, даже останется. То есть какое-то минимальное количество. На какой-то недефолтный бай, то есть 2К47 может быть хватит. Поэтому нужно сейчас хотя бы поставить бомбу, чтобы все игроки смогли закупиться. На самом деле Энс показывает очень жесткую игру. Вообще очень жесткий стимплей в первую очередь. Вот этот холд от Эриала в Секрет Руме, он был просто сногсшибательным. Дисциплина. Да, он до конца не открывался. Он понимал то, что он может подставить своих тиммейтов. Но все же он собирал кучу информации. И вот причина, по которой... Оп, вот и твиты поехали, друзья. Не забываем писать в Твиттер. Используем хэштег UCC Studio. И вот так же будете появляться на экране. Выражаем свое мнение по поводу матча и делимся своими ощущениями. Так вот, главная причина, по которой я всегда считал, ну, изначально считал, что Энси должны выигрывать. У Оптик это их подготовка. К серьезным оппонентам они готовятся очень основательно. Особенно на такой важной стадии, такого важного для них турнира. И каждый тренер, который когда-либо был у команды Энса, он максимально вкладывается в эту подготовку. Мы посмотрим, что Оптик будут сейчас показывать. Потому что все-таки нужно брать раунды. Нужно сейчас брать и топить. Брать и топить. И Эрил вновь у нас находится на позиции мейна. Проход Оптик. Она сейчас происходит под Тикритрум. Все-таки на этот раз Эрил никого не забирает. Но попытался, попытался что-то нашить. И там Алло забирает конфига. Не дает пройти. Сейчас уже никак. Дальчанам под точку Б. Интересно. Сейчас два в винтах от команды Энсы. Алло даст один шот. Тут же откроется тиммейт. Тиммейт открывается. Алексей Би дает минус. Ну и тут же под флешку. Неужели еще один выпад будет? Нет, он просто смещается. Но бомба лежит. У него практически на руках. И тут его должен будет Снэпи наказывать. Снэпи миновать не смог своего соперника. Алексей Би даблкилз МП девятого. И Кейджем Би падает в мейне. Как же жестко сыграл Алексей Би с таким неуверенным девайсом. Нет, ну знаешь, там Алло тоже сделал очень много колоссальной работы. Он забрал первого. Просто байтил на себе. А тиммейт уже подсейвил. Вот та самая минус экономика у Оптика. Они не до конца закупаются. Это не самый уверенный бай. Но все-таки для Юги есть снайперская винтовка. Минимальный вообще раскид. Это на самом деле, возможно, будет сейчас шанс для Энс, чтобы выйти на счет 8-3 и уже обладать первой половиной. Да. Ну, половину они, скорее всего, себе должны забирать. Я не верю, что Оптик смогут взять все оставшиеся раунды. Но, тем не менее, Оптик достойно сражается. Вот сейчас момент, в который они могут доказать всю достойность присутствия в полуфинале. Под флешку открытия на рампы Адам и Севен понимают, что нужно срочно отсюда уходить. Молотов подкидывает и начинает. От слева одного хотя бы забрать. Третьего просто на свече. Гранаты его поймали, хотя был очень близок. В итоге Снэпи с Юги остались вдвоем. Это очень сложная ситуация. Алексей Би на позиции Аквариумов без проблем будет принимать своих оппонентов. Плюс есть же еще и тиммейт очень близко. Халла моментально перетянется. Алексей Би никуда не торопится. И также Оптик. Только Снэпи просочился уже по точку Б. Ну, Юги там тоже на рампах. Но Снэпи скорее всего даже бомбу сможет поставить. Я не верю, что кто-то сможет ему помешать. Должны будут Даблдорс просматривать СВП. Да, просматривается Даблдорс СВП. Снэпи. Бомбу установил. 54 хп. Но Алексей Би моментально срубает своего соперника. Остается только Снайпер. Ну вот что делать сейчас Юги в такой некомфортной ситуации? То есть 4 оппонента в живых. И нужно просто играть на отстрел. Замечает ферма. Тут же его наказывают по демиджу. Ну и максимально, что он может сделать, это просто попробовать зацепить свой девайс. Минус Пауло. Вырубил финского снайпера. Ну и все. Нужно уходить. Ни в коем случае нельзя давать АВП. Но он файтится. Ох, а не зря файтится. Вот это хэдшот. Прострел от Юги. Ну, понятное дело, бомбу пришлось отдать. Ситуация 4 в 1. Оборонять ее было практически нереально. Ну что? Оптик. Имеют небольшое количество денег для того, чтобы сделать не очень уверенный бай. Но это должен быть эко. Но должны по-любому покупать себе не дефолтные пистолеты. В принципе, они это и делают. И играть от снайпера команды. Возможно, стоит Юги где-то сыграть на рампе. Знаете, какой-то минус. Или даже через скалу. Но посмотрим за решение датчан. Потому что сейчас от этого решения зависит многое. Снайпер команды может делать колоссальную работу. Снайпер также обладает армором. Поэтому, если Юги выбьет какой-нибудь девайс, могут этим и воспользоваться. Решили действовать через улицу. Ника конфиг. Ну и с ними, я так понимаю, Юги. Да, Юги проходит, просматривает любую аркаду от соперника. Эрил буквально в метре от своего оппонента. И вот сейчас можно высыпаться просто втроем на него. Эрил при фаре дает. Но это было скорее ошибкой. И прострелами. Прострелами. Ника и Юги разбираются с соперником. Да, это было просто подставным фрагом. Но Снэпи еще минус находит по Алиэкси Би. И в итоге втроем остаются игроки команды Энц. Сергей непоколебим по точке. А также и Аллу есть у него под прикрытием. В итоге Энц, будучи в меньшинстве, должны сейчас максимально включаться. Замечает X7 своего оппонента на улицу. Попадает на Мистиле. Также пересреливает и Ника. Казалось бы, но не хватило патрон. И Сергей последний против пятерых. Вот тебе экономический раунд от одного девайса. Без потерь от оптик. Вот это да. И еще и подобрали три автоматические винтовки. Бесподобное исполнение. А ты посмотри на экономику. Энц там 2 и 400. Они просто выбили сейчас все деньги с финнов. Все, нет денег. Это экономический. И оптик уже выходит на раунд под номером 5 для себя в любом случае. И теперь атака играет с тремя Энками. Такое увидишь крайне редко. Такое вообще практически не происходит. Но они пытаются укрепиться за экономику. То есть сейчас даже если потеряют они эти девайсы, они как таковой ничего не потеряют. То есть у них будет бай, и все будет довольно-таки комфортно. Тем более у оппонентов сейчас нет даже армора. Вот так моментально Кэджум Би дает 3 минуса. Снафи подключается. И в итоге ставят они вместе точку. Да, 16 на 9 статистику Кэджум Би. Он дал 4 минуса против файта. Но тем не менее у него и так статистика была максимальной. В данный момент на этой карте. 8-5. Бай появляется у команды Энца. Ну, естественно, без АВП. Ну, а что делать? Что делать? Возможно, стоит где-то проявить агрессию. То есть где-то занять втроем даже улицу. Это клоус-дистанция. Когда-то занимаешь как раз-таки спаун, где находятся террористы. Но здесь не хотят рисковать Энца. И они идут как раз-таки под рампу. У Алик Тиби вновь дефолтная позиция. Максимально попытается здесь на себя перезбатить внимание. А вот и Север будет принимать его под рампы. Да, пытается здесь нашивать ему смоки. Никого пока там найти даже потенциально не может. Продлит смок. Ну, а тем временем Оптик, не торопясь, постепенно пытается поймать на ошибки своих соперников. Ну, есть минута 20 на таймере. Времени куча. Также есть ресурсы и выход. Вот Сергей сейчас. Сергей принимает первое. Тут же его разменивают. Есть еще один игрок. Алексей Би пытается ворваться сейчас в вентиляции. Но его также ждут. Алло вырубает Кэджин Би. В итоге ситуация 3 в 3 уже. Но красные игроки команды. Оптик вырывается. Алексей Би. Там есть потенциальные оппоненты. И последний Ника. Выточи красным. Будет падать, возможно, последний номер. Думаю, что с двумя ХП он сможет взять этот раунд. Но тут другая проблема. Это последний раунд половина. И у Энса денег нет. Они выиграли раунд. Но потеряли четверых. Поэтому у Оптик сейчас будет все, что они хотят. Все, о чем они могут мечтать. А вот у Энса многого не будет. Но вот знаешь, взять 6 раундов за атаку, это, конечно, довольно комфортно. Тем более на карте Денюк. Это очень слабая сторона на этой карте. Поэтому здесь Оптик уже показали то, что они будут сражаться еще и за защиту. Ну, а мы будем ждать уже атаку от Энс. Пока что Эриал в последнем раунде занимает вновь эту позицию, из которой в предыдущий раз сделал очень много интересного мува. Вообще интересную статистику. Я недавно смотрел по Нюку, что за последние 3 месяца примерно 55% раундов берутся в защите. И только 45% в атаке. То есть уже карта постепенно приходит. Баланс. Ох, и есть минус от Эриала. Ему это ничего не стоило. То есть он прокинул одну гранату и вышел, дал фраг. Алексей Би, правда, погибает. И X7 также отправляется на тот свет. И Аллу. Все это от рук конфига. Ну, слишком жестко здесь он включился и отыграл. И в итоге Сергей вместе с Эриалом, конечно, могут еще попотеть. Есть красный конфиг, который тоже может подставиться. Почему бы и нет. МП-5 на приемке Бэплэнда в руках у Сергея. Он может забирать Ника. Заметил, работает. И, ну, упал его тиммейт. Поэтому сейчас будет столь сложно отыграть. Такой вот клатч. Один в три. Ну, можно взять бомбу, можно ее поставить. А вот Сергей выйти через скрип не даст снэпи. Выйти через синюю будку ему не даст еще два игрока команды Opti Gaming. И Сергей пытается найти какого-нибудь подставившись под него. Датчанин, но сам подставляется под прицел снэпи. Это 9-6 пользу Энс. Ну, как я говорил, действительно хорошо. А вот эта статистика по Нюку, она очень интересная. Да и вообще в последнее время контр-страйк превращается в то, что атака на некоторых картах, она становится намного сильной. Тому подтверждение кэш, тому подтверждение инферно, тому подтверждение даст. Но сейчас потихоньку еще и нюк включается. Очень интересная первая половина в рамках GGBet Shuffle в полуфинале. Такого интересного матча против Optic и команды Энс. Но мы все будем смотреть как раз-таки во второй половине, как сейчас будут Optic камбетчить за сторону защиты, но только после рекламной паузы. Команда Optic Gaming на своем пике на карте Денюк провели очень неплохую достойную первую половину. Шесть раундов за атаку на нюке — это хороший результат. Но вот смогут ли они продлить данный успех и все же забрать свой пик? Потому что Трейн у команды Энса на порядок лучше, чем у их соперников. Они в любом случае должны попотеть. То есть явно попотеть. Просто если сейчас они каким-то образом проиграют Трейн и выведут на Мираж, как ты сказал, да, у Энс будут все шансы, чтобы обыграть Optic именно на Мираже. Поэтому в любом случае нужно цепляться за свой пик. Друзья, не забывайте про сайт GGB, что вы можете еще зайти и поставить, возможно, ставку в лайме. В лайме на этот матч, ну или же, например, на вторую карту. Так что заходите gg.bet и вся информация именно там. Ну а мы продолжаем смотреть. И пистолетка по номерам два сейчас в исполнении двух коллективов. Да, вот Optic во второй пистолетке, как и в первой, закупается в пять первых арморов ничего более. А вот Энсу закупились раскидки на двух игроках, но уже двоих потеряли. Конфиг Юги просто уничтожает своих соперников на аутсайде. И остается только Эриал против пятерых игроков команды Optic Gaming. Ну забрал только Ника. Одного еще, возможно, пофайтится, но взятие раунда речи здесь, конечно же, не идет. Одному против четверых это будет делать очень сложно. И в итоге Конфиг, это великолепно, великолепно. Минус три вместе с Юги полностью закрыли всю улицу. Да, причем отстреливая не только на улице, но еще и, как мы видели, через скрип своих соперников. Хорошее исполнение от Optic на пистолетном раунде. И в отличие от своих соперников, финны не смогли поставить бомбу на пистолетке. Поэтому сейчас не смогут они закупиться так же, как их оппонент. Придется играть с пистолетами. Кстати, смотри, все чаще и чаще на Нюке мы стали замечать как раз-таки XM. Это в такой хорошей позиции как раз-таки на будке или где-то в клоус-дистанции к Дорсу. И Ника, в принципе, сейчас может просто подфармить. Ах, не дает ему это сделать Юги. И вот такой коварный у нас его тиммейт. Но 5 в ноле. Вообще не теряют никого практически. Вообще XM используется чуть ли не только на Нюке. Редко его держат на рампах. В основном, да, действительно на будке. По-моему, первооткрывателем этого был Нико. Когда он еще играл в команде Liquid. Любил он посидеть на этой будке с XM. И в целом это неплохой выбор. Потому что отстреливать можно соперников тогда еще через окно, выпадающих даже. Можно очень-очень ловко. Ну что, посмотрим. Бай у команды Энса очень достойный. Это 5 вторых арморов. Это хороший раскид. Это АК-47. Ну и неужто это просто врыв сейчас по трампу? Потому что большинство игроков команды Энс находятся именно там. А вот у Юги появившаяся снайперская винтовка максимально уже сразу реализуется. Это меньшинство для Энс. Юги продолжает работать на улице. Ну что делают его тиммейты? Его тиммейты выжидают ошибки. В первую очередь от игроков команды Optic. Но пока что те не идут. Ну при таком бае, когда у тебя на руках UMP и XM у команды очень сложно идти на какие-то контакты. Хотя есть серия фрагов от команды Энсы. Но я думаю, Юги сейчас придет разбираться со всеми этими проблемами. Под флешки его должны проходить. И пытаются его еще и забрать попутно. Но 3 в 3 при этом рампы пока не отдает Юги. Нет, но бомбу он уже пропустил. Бомба уже по точке B. X7 ее будет ставить как раз таки и под даблдорс, и под вилку, и под все абсолютно. Будут идти на ретейк оптик. Конечно же, есть ресурсы, есть три пары дефюс китов. И правда Сергей красный. Сергея можно забирать прям моментально. Оптикам нужно вместе собраться и просто сделать этот ретейк. Аллу пытается найти кого-то ретейкающего точку B с рампов, но никого здесь не будет. Поэтому позиция Аллу в данный момент обесценивается практически полностью. Хотя с другой стороны, с этих же самых рампов он может и дать эту бомбу разминировать. Так, есть минус по Сергею Аллу, теперь знай, где находится как минимум конфиг. И X7 нужно смотреть чуть правее, потому что именно там его оппоненты находятся. Аллу прикрывает тима этой Юги, должен будет погибать в итоге от X7. А да, Аллу дает этот фраг. Ну и в смоки забрать конфига должны. Должны, по идее. Аллу! Ох, нашел все-таки, нашел тушку сейчас Нико, хотя это было очень близко. Там оставалось чуть ли не одна секунда. Да, наверное, даже меньше. Даже меньше. Последний момент. По-моему, X7 хотел резать своего соперника, но не мог найти его в смоках. Оптик. Отпускаю сейчас, Энс действительно вперед, и берется тактическая пауза. Но, скорее всего, явно здесь уже берется над датчанами, потому что ситуация не столь из легких. Да, там есть у кого-то 5200, можно купить снайперскую винтовку и сделать такой неоднозначно, но агрессивный пай. Но тоже нужно понимать, что нужно денежками распорядиться очень грамотно. То есть, АВП — это хорошо, но, с другой стороны, 5200 — это потенциальный дроп плюс девайс. То есть, ты можешь, например, взять, дропнуть тиммейту UMP, MP5, неважно, с чем он будет бегать. Мы видели реализацию MP9 блестящую уже. При этом тиммейт сам закупит и киты, и гранаты, и армор. То есть, это тоже нужно как-то в голове держать. Нет, ну пока все максимально играбельно. То есть, оптик перешли за сторону защиты, да, отдали неприятную такую серию из раундов, но сейчас можно будет включаться. Тем более, они играют, как мы все знаем, за сильную сторону. Да, но на своем пике ты не можешь, ты не должен проигрывать первый девайсный раунд. Это то, к чему ты должен быть максимально подготовлен. Да, то есть, для них это был бонусный, там был XM, там был UMP, но не это стало проблемой. То есть, UMP сработал, дали с него фраг. XM бы в любом случае умер, там моментальный хэдшот пролетел. Суть в том, что ты сопернику можешь отдать огромную серию, и потом просто не успеть вернуться. Да, тем более, когда атака нарабатывает себе экономику, в первую очередь, это будет сделать очень проблематично. Да, конечно, сложно сейчас будет оптик, но смотри, все-таки закупили себе XM, снайперскую винтовку, 2М4, ну и у Снэпи 5.7 на руках. Нету дефискитов и вообще минимальные ресурсы на руках. Если Энсы сейчас будут действовать под грамотную раскидку на А, то у оптик возникнут реально огромные проблемы. Выбивать нечем, китов нет, АВП явно на А не поспеет. Ну, только если через мейм воевать, но его закроют смоком. И неужели Эрил хочет отдаться в очередной раз снайперу на улице? В прошлый раз вот эта отдача, возможно, могла принести проигрыш раунда. Но пока что не хочет, прям очевидно, подставляться, играет максимально аккуратно, не байтится, наоборот, байтит на выстрелы сейчас своего вражеского снайпера. И тут же получает через коробку. Я даже не знал, потому что она простреливается вот именно вот таким образом. 46 хп, вот это обидно на самом деле моменту Эрилу, то есть ящик такой широкий, а тебе прилетает прям, прям вот в тебя через него. Но, тем не менее, жив пока что, а Юги-то не знает, что он соперника прострелил. А еще и у Конфига очень крутая сейчас позиция, и в принципе он может из-под секрета отстреливаться. У Энс огромное дуло, Оптик прижали булки. Ну, пока что Оптики все равно борются. 10-8 это ни о чем вообще не говорит. То есть они сейчас могут взять этот раунд, тем более Эрил красный, и заход команды Энс будет через улицу, а к этому явно уже готовы Оптик. Так, открытие по Юге. Юге на самом деле отлично играет пока на карте Денюк. Дело не в его статистике, дело в его исполнении. Он действительно шикарно пока отыгрывает в рядах команды Оптик, но этого не хватает для того, чтобы сравнять счет. Вот, и вот это раунд истины, как раз таки для датского коллектива. 30 секунд практически остается на таймере Энс. До конца не определились, куда они будут выходить, и это на самом деле как-то, ну, знаешь, неправильно, мне кажется. Нужно загонять Юге, Юге все-таки минусует. Это потери снайпера сейчас для Оптик Гейминг. Алекси Би вместе с тиммейтами на таймере 20 секунд, и финны могут просто банально не успеть, потому что Кичум Би очень крутая позиция. 15 секунд, это же такой кошмар. Сейчас для команды Энса они что, не смотрят на таймер? Ты посмотри, где бомба? 10 секунд, вы ее не успеете поставить, друзья. Эриал, врыв. Есть минус, но там же и работает Икс Эм. 3 секунды на таймере, бомба не установлена, просто банально не хватило времени. Это провал. Ну, ладно, хорошо, не будем заострять на этом внимание, такое бывает, я понимаю, где-то, возможно, не сориентировались по таймеру, потому что на 10 секунде бомба стояла возле Сикрита. Ошибка, над которой Энсы, я думаю, поработают. В любом случае должны, но, знаешь, приятная новость в том, что они хотя бы засейвили три девайса, то есть не просто там одались, еще и после таймера. Сейчас можно будет как-то побороться с этими калашами, плюс есть ресурсы, но у Оптик все хорошо по баю. Ну, так, знаешь, более-менее только у Юги. Десерт Игл неприятный момент, но все же. 10-9 это уже очень-привочем близко, плюс, если Оптик сейчас возьмет раунд, это будет просто рис от экономики у финнов. Да, абсолютно. Ну, и, кстати, и у Оптик самих в этом раунде зажигательная флешка, это все, что осталось на любые их попытки сопротивления. Причем все это находится на руках у Юги, который вынужден играть с Диглом. Опять же, отмечал его с наилучшей стороны, но вот Дигл, наверное, все же это не то, что ты хочешь иметь у себя в руках, будучи вот таким керри своей команды. В последнее время вообще игроки стали очень сильно экспериментировать с пистолетами. Находясь в холст-дистанции, они покупают Десерт Игл, находясь на дальней дистанции, они покупают 5-7, это все неоднозначно, как по мне. Но у нас выход вновь через улицу для игроков команды N6-7 минус по Юги, но и вот меньшинство моментальное для Оптик. Юги потерял киты на улице, но если Энсы успеют поставить бомбу, тогда это станет проблемой. Но вот если не успеют, как это происходило уже, то, конечно, тогда Оптик могут просто пойти и засовить свои девайсы и выиграть таким образом раунд. Эрил знает, что где-то под девяткой был Кей Джумби, но тот уже забрался наверх, и это может быть неприятным сюрпризом для Эрил, потому что Кей Джумби в любую секунду может открыться. А там еще есть тиммейт, в принципе, в кросс-вайре стоят, выход ли будет сейчас как раз-таки на хелпу, там Снэпи готовы принимать, но разворачиваются здесь Энс, и Конфиг уже занимает позицию на будке, очень комфортные для его девайса. Энс будут выходить по точку А, Кей Джумби был готов к этому, а минус по Алексе Бичу, ситуация 4-4, идет дальше давить минус по Эрилу уже, и вот это большинство для Энс. 18 секунд идут на Ника, Ника дает минус 2, последнего Сергея забирает все, даже команда Оптик. Конфиг поспевает на все эти перестрелки со своим ХМ. Ну, какой-то совсем неуверенный раунд от Энса, вот под его занавес начали открываться неуверенно на девятку, очень неосторожно открывались они в сайт, все смотрели в сторону будки, никто не смотрел непосредственно на позицию, где Нику открывался. Они попытались изобразить абсолютно идентичный предыдущий раунд, когда они просто не успели поставить бомбу, но здесь, во-первых, уже Оптик были к этому готовы, были очень ключевые позиции, но и Энс начали действовать слишком неоднозначно. Что вынуждает их сейчас просто брать и делать экономический раунд, выпуская своих оппонентов потенциально уже вперед. Минус от Юги по ХМ, но никаких проблем не должно быть сейчас на взятии этого раунда у Оптик. Да, пошли по всей карте бегать, еще два игрока осталось на улице. Алексей Би, Алло, ну здесь, конечно, не светят им никакие плюсовые перестрелки. Юги, квадрокилл 22 на 12 статистика у этого датчанина. Ну и Энса будут в очередной раз делать бай. И насколько же, наверное, раздосадованы сейчас Энса в целом. Вот проиграли раунд из-за таймера, это стало причиной того, что они не смогли построить для себя серию. Сейчас нужно делать выводы и, конечно же, брать, вот, ну, наверное, это ключевой раунд в первую очередь для них будет. Если Оптик каким-то образом его сейчас забирает, это вновь ресет, это вновь потери, и уже Оптик будет претендовать на более или менее комфортный счет. Пока проходит улицу. Пока, кстати говоря, улица-то проходит только один Эрил, там на скале есть еще Х7, но Эрил прилетела ХАЕ. Да, 84 хп еще есть, но, тем не менее, его предупредили. Тебя здесь ждут. Попробуют пройти через улицу, полетела стена смоков, ну и в ответ полетели зажигательные гранаты, а вот игроков команды Оптик. Ну и попробуют Энс сейчас пройти, ну или просто отправить туда люркеров, а бомбы тем временем будут выходить, например, по точку А, это будет очень интересный сплит. Ну, сплит А через секрет дело сомнительное. Ну, все-таки прошли через секрет, хорошо, я почему-то думал, они мейн все-таки займут, но нет. Прошли через секрет, и сейчас вновь нужно просто будет открываться. Кэджумби идет на позицию вентиляции, а там Х7 со скалы принимает Юги, как-то не очень однозначно сыграл сейчас Юги, но все же. Оптик в меньшинстве и Энс могут стать сейчас фаворитами в этом раунде. Кэджумби врыв минус 2. Вот так вот на неожиданность сыграл к своим оппонентам. Ну, посмотрели винты, там никого не было, чекнули слева. Оба причем, ну, там как оба, один не отреагировал, а вот второй продолжал смотреть налево. Теперь уже в меньшинстве Энс, но ненадолго конфига ловит Алекси Би. Точка А практически открыта, потому что есть еще попытки от... Хотя нет, стоп, Ника уже в винтах, поэтому да. Точка А отдана, можно ставить бомбу, можно ее оборонять. Конечно, а теперь у Оптик нужно задуматься, стоит ли идти на ретейк в первую очередь, потому что очень красные игроки команды Оптик. Кэджумби 39 ВП, у Ника 48 и они идут. Кэджумби подачи красным забирает сейчас Сергея. Очень важного бомбардира забрал, но Алекси Би приходит на очень комфортную позицию, забирает в спину Ника и уже ситуация 2 в 2. Кэджумби пытается помочь тиммейтам, но не успевает никуда. Есть минус, он сзади находится Х7, вот перестрелять его уже не смог. Тот факт, что у него было 39 ВП, не позволил ему бороться на равных. Х7 выживает, тащит раунд и вот этот минус был ключевым, потому что Алекси Би этим конкретным киллом, неожиданным для Оптик, открыл точку А. Но вот и ничья, действительно неожиданная ничья и столь очень равная борьба. Сейчас на Нике 11-11 появляются девайсы у одних и у других, правда у Алекси Би маг десятый на руках. У Юги появляется снайперская винтовка, вот это возможно станет сейчас ключевой позицией, ключевым игроком как раз и станет Юги в этом раунде, потому что имея снайперскую винтовку, ты можешь отстреливать издали своих оппонентов. Кэджем Би на приемке с улицы, нет здесь просвета, но он понимает, что сейчас будут проходить оппоненты. Попадает очень сильно по Алекси Би. И Юги не промахивается, не ожидал Алекси Би в таком контактном месте встретить Юги, хотя серия разменов от Х7 и Сергея, минус 2 от Сергея, СМП 5. И в итоге в меньшинстве Оптик остается, Юги играет на АВП. Бомбкерри никто не кроет, но это не нужно. На АВУ отвлекал своей спиной внимание. Х7 один в сайте, а поддержка от Сергея будет ему оказываться уже из будки. И Юги с АВП без китов с одной флешкой. Ну слишком очень неприятно сейчас будет возможно Юги, также идет до конца, но уже видимо его прочекал здесь Х7, потому что при файере пытается забрать выгоды из-под будки. Осуществится вот-вот и Юги просто промахивается первый раз, ну и на второй раз его уже наказывают. Это был неплохой флик, он действительно мог попасть, но там чуть-чуть не дотянул, nice try, Юги, он пытался, он был прав в своем муве. Единственное в чем проблема для Оптик, ну проблема, кстати, довольно большая. Денег нет, то есть, соответственно, Энса должны выходить на 13-й раунд, и у Оптик следующий бай будет слабым и без АВП. Довольно-таки слабым, там нету даже игроков, у которых где-то примерно по 3000. Даже, возможно, они не закупятся диффюс-китами, что чаще всего мы видим после вот такой вот серии выигранных раундов за сторону атаки. Но посмотрим, удастся ли хотя бы с пистолетами нанести как можно больше дэмэджа или даже забрать. Это будет тоже интересно посмотреть. Но ООН сыграет очень грамотно, они занимают ключевые позиции на отстрел, в первую очередь, агрессивных позиций и агрессивных пушей. Мне гораздо больше нравится, как Оптик на своем экономическом действует, нежели как Энсы нам это показывали, потому что Оптик скопились на точке А. У них есть пистолеты, которые имеют определенное преимущество на дистанции. То есть Дигл вот так вот с дальней дистанции пытаемся открываться, вешать голову. Не получилось ничего страшного, Ника теперь постреляется, тоже не получилось, но тоже ничего страшного, потому что Юги, знаешь, эстафетная палочка вот этот Дигл сейчас. Но когда ты открываешься по очереди, оппонент может не ожидать здесь какого-то одного, например, ключевого игрока, который может дать минус 2, а то и минус 3. Ну, снэпи спалили, в итоге вместе с Юги сейчас попробуют делать. Так, слышит он X7, но X7, заказа Руксин все-таки намного сильнее. И последний Юги забирает Сергея. Попытается, попайтится, но это максимум. Один девайс всего вывели сейчас из финнов. А Олег Сиби еще и засейвил этот калаш, поэтому потеряли только МАК-10. Вот так вот примерно все это и произошло. А у меня свет во всем доме отключили, когда я монет. Ну, ГГ тебе. Ох, ну это на самом деле неприятно, когда нет дома света, ты хочешь посмотреть матч или хочешь поиграть. А у тебя дедлайн еще. Да-да. Девайсы, девайсы, девайсный раунд. Очень важное отсутствие дефиш-китов. Это вот то, о чем я говорил. И решение сыграть, например, со вторым армором, это опять же местами спорное. Олег Сиби просто десантировался в винты. Видели это оптик, не видели, непонятно. Но оптик уже теряет конфига. А Олег Сиби гуляет там себе в секрете спокойненько. И можно организовывать сплит. Олег Сиби, но врыв шикарный от Кэй Джуми. По Аллу, который в этот момент находился на свиче девайса. Правда, Кэй Джуми остался красным. Но сейчас все зависит от того, кто пропрыгнул как раз-таки в эту вентиляцию. Здесь можно спокойно сейчас делать сплит. И Эриал не видит оптика. Видит Югик все-таки заметил тушечку. Внимательный Эриал. Фух, какой же пот. И Кэй Джуми, будучи красным сейчас в столь некомфортной ситуации, его могут просто взять и задавить. Сергей готов открываться из-под будки. Но будет ли выход Энс по точку А или все-таки развернуться? Времени много. А я напоминаю, у них есть засланный казачок финский на Б. Ну, непосредственно на Б практически. Он там по секретке гуляет. Говорит, ребят, улицу спокойно проходите. Для вас эту позицию я держу. Ну, вот и они и выдвигаются. И они пройдут на Б с вероятностью 99,9. А где сидит Снэпи? Снэпи сидит на точке Б. Он как раз-таки сидит на Б-плейнте. Вот на этой верхней вентиляции. Ну, старой вентиляции, давай так назовем. Потому что здесь когда-то были те самые окошки. И как раз-таки просматривает выход из-под рампы. И понимает, что эту позицию отдавали. Выход Энс уже будет до конца под Б-плейнт. Но как раз-таки Снэпи может стать приятным сюрпризом. Вырубает Сергей. Это уже равная ситуация на карте. И выход под Б-плейнт от Эриала. Замечает моментально он Снэпи. И это минус по бомбардиру команды Оптик. И вот стоит задуматься о сейве сейчас датчанам. Да, уходят на сейв. Потому что делать вот этот ретейк им нечем. У них нет китов. У них нет практически Каджумба. Как его можно так же называть, наверное. Ну и все. Нужно сейвить. Это 14 для Энс. И они в шаге от маппоинтов. А я напоминаю, что у Оптик нет денег сейчас. Они закупались на ласт-мани. Но это потенциально может быть уже действительно маппоинтом. Проблема, знаешь, еще в чем? В том, что это все-таки карта Оптик. Да. И защита от них, ну, не самая позитивная и самая положительная, наверное. Опять же, Оптик, когда баняли кэш, должны были понимать, что вероятнее всего Энсы возьмут трейн. И они могли подготовиться к трейну. То есть они должны были сделать этот мув сознательно. Поэтому будем рассчитывать именно на подготовку от Оптик на трейне, если Энсы все-таки смогут забрать пик Оптик. Ну вот мы видим то, что болеют наши зрители как раз-таки и за финнов, и местами даже за датчан. Друзья, вы также можете попасть к нам на экраны, написав в Твиттере хэштег UCStudio. Выражайте свои мнения, присылайте фотографии, как вы просматриваете нашу трансляцию. Что вы параллельно делаете, кофе, чай и так далее. И вместе с нами наслаждайтесь великолепной игрой, великолепным полуфиналом. Да, вот, кстати говоря, Энсы у нас победитель предыдущего турнира, в котором разыгрывался слот. Это был GGBet Majestic. И тогда они всех удивили. Удивили и на GGBet Majestic, удивили и на турнире непосредственно. Поэтому, я думаю, они хотят повторить свой успех, еще раз пройти. И на этот раз уже не просто всех удивить, а вообще еще и выйти на какие-то призовые места. Ну, ты знаешь, после того, как они нас на Старсире отыграли, это действительно было очень-очень здорово. Возможно, сейчас стоит включаться. Минус это, Ксиво, на паснэпе. Это моментальное меньшинство для оптик. Это последний бай, напоминаю вам, друзья. Потому что у оптик далее не будет денег на самый ключевой, самый последний раунд. Ну, хотя бы есть лустрик. И сейчас они должны, я считаю, что они должны идти сэвить. У них нет сейчас смысла идти сражаться, но они теряют кейджумбе. Хорошая позиция от Эриала. Просто все игроки оптик находятся сейчас под бэ. Где-то в секретке, где-то возле дверей, где-то на раздевалке. И вот что делать? Тебя и назад не отпустят, и на ретейк не выйти. И ты заперт. Просто пытаться отстреливаться. Вот что нужно делать игрокам команды оптик. Конфиг пошел искать своего оппонента, но Эриал играет тоже довольно-таки грамотно. Да, Эриал просто не подставится. Он уходит все дальше. Понимаешь, что соперник куда-то мог уже на тест-паун пойти. Кстати говоря, Эриала находит Нико, потому что он хорошо открылся с мейна. В итоге сейв, ну, наверное, двух АК должен быть от команды оптик. Один АК подобрали. Кстати говоря, там Аллу. Нет, Аллу ничего не смог выбить. Но для НС это не проблема. У них-то деньги есть. Там есть деньги, поэтому даже потери снайперской винтовки это вообще ни к чему не приведет. Вот там есть как раз и у Икс Севена 7500 и могут купить снайперскую винтовку для Аллу. Но это решение сыграть 5 ИК-47. Хотят просто сейчас показать свой максимальный скилл и максимальный АИ. Игроки из Финляндии. Конечно. Так тем более мы уже говорили о том, что карта Нюк, она очень разносторонняя. Здесь наличие АВП это преимущество, но только при определенных раундах. А НС могут сейчас показать что-то абсолютно иное. Эрил. Врыв на улицу. Сейчас под него положили кучу смоков. И ему нужно просто максимально жить в этих смоках. Дожидаясь своих тиммейтов или какой-либо информации. Конфиг. Тут, кстати, очень агрессивно играет Алексей Бис. Если дверь откроется, это моментальный минус для Конфига должен быть в первую очередь. Дверь открылась. Конфиг минус по Алексей Бис. Все предсказуемо. Юги на приемке улицы. Прострелом попадает. Это действительно по Эрилу. Может, кстати, еще забрать кого-нибудь из оппонентов. Но забирает его Сергей. Да, но оба игрока потеряли по пол-хп. Еще и потеряли икс-севеном. Пытаются выйти на размен, но Конфиг уже слинял. И он продолжает в минтах. Просто кошмарит своих соперников. Дает еще один минус. И этого достаточно. Его команда в большинстве. Кстати, Сергей может сейчас подцепить Нику. Ника спускается. Ника может ошибиться. Но Ника, я так понимаю, заметил Сергея. Но кто кого заметил, непонятно. Сергей вот теперь явно спалил свое месторасположение. И от Ника. Может быть, великолепный прострел. Но вот разменялись патронами, так скажем. Ну и нужно поставить хотя бы бомбу, чтобы время в первую очередь играло на вас. Но проблема лишь в том, что есть игрок на рампах. Организовал для себя щель в двери Сергей. Надо будет чекать верхние позиции. На самом деле это уже можно выходить. Главное, с рампами будет справиться. А там Снэпи. Очень непростой соперник. Ну и Сергей просматривает абсолютно все позиции, где может находиться его оппонент. И вот он, выход. Снэпи просматривает как раз-таки выход на сайт. Это или все-таки он играет пассивно? Он играет пассивно из-под рампы. Закидывается туда коктейли Молотова. И бомба устанавливается на 20-й секунде. 2 в 3. И ретейк для оптик, в принципе, может случиться. Но Алла вырубает Киджумби. И в итоге 2 в 2 ситуация для оптик столь критичная. Потому что Сергей вырубает Ника. И последний тот самый Снэпи на рампах также падает. Это 16-11. Вау. Какая первая карта. Какая затравочка нам перед этим трейном. Ну, Энс, конечно, молодцы. Они переиграли соперника на карте Днюк. И вот мое мнение, что если бы они не проиграли тогда по таймеру, раунд бы они должны были выигрывать. Да, и там серия, возможно, была бы. Да, и они бы с более уверенным счетом взяли. Поэтому, друзья, за аналитикой обращайтесь. Там группу ВКонтакте, в чатике. Очень-очень странно. В первую очередь играли оптик. Но будем надеяться на красивый трейн. Будем надеяться на борьбу от датского коллектива. Но это все будет только после рекламы. Друзья, возвращайтесь к нам, чтобы получать бесплатные скины. Переходите на баннер по трансляции. Переходите в чате по ссылке. Там есть вся информация. Проходите квесты. Ну, а мы вернемся буквально через минут 5-10. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. She's got a black shirt, black skirt, and battle house stuck on her head. I'm in deep with this girl, but she's out of her mind. Oh, yeah. We all need something to live for. Yeah. We all need something to live for. It could be time, but then again, I can't remember half an hour since I called it a phone. I'm in deep with this girl. I know you cause a second time suffer us, and you leave me with my charm to blow. Hey! Oh, just when you think you in control, just when you think you gotta hold, just when you wanna roll. Oh, here it goes, here it goes, here it goes, here it goes again. Oh, here it goes again. I should've known, should've known, should've known again. But here it goes again. Oh, oh, here it goes again. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok